Хотела бы начать с внезапного заявления Владимира Путина. Конечно, в кавычках он заявил, что он выдвигает свою кандидатуру на выборах. Ничего неожиданного в этом нет по просьбе военного, как он сам сказал и как это пытаются представить сейчас. Имеет ли это значение и отразится ли это на событиях на фронте в Украине? Это не имеет ни малейшего значения. Выборного процесса как такового нет. Это информационный повод, внутрипропагандистский, для того, чтобы показать, что мы тоже стремимся быть демократической страной. Что, безусловно, когда мы говорим о Российской Федерации, выглядит абсолютно абсурдно. Влияние на линию фронта это точно никакого не окажет, потому что там, собственно, и так происходят те события. То есть Россия на ряде направлений наступает, в основном на Донецком направлении, для того, чтобы к более фундаментальному мероприятию под названием «Прямая линия субъекта Путина» получить какие-то весомые результаты. Опять же, в рамках пропагандистской составляющей. По линии фронта будет происходить следующее. Милитаризация России набирает уже обороты. Вложения в военное производство резко увеличены. Количество, скажем так, снарядов, которые, получается, из той же Северной Кореи, опять же, увеличено. Количество мобилизационных процедур увеличено. То есть всё уже запущено в полном объёме. То есть Россия — милитарная страна с полностью перестроенной экономикой, с полностью перестроенной внутренней философией. Всё для войны, всё для убийства граждан соседней страны. Так что особых изменений это не будет. В рамках внутренней дискуссии, да, в России начнут говорить о том, что вот есть там выборы, вот есть кандидаты, будут такие демонические кандидаты, типа Зюганова или Слуцкого какого-то, да, и так далее. Один из таких наиболее злободневных обсуждаемых и, как кажется нам, значимых всё-таки вопросов — это слухи о возможных разногласиях между Залуженным и Зеленским. Есть ли это ссора? Хочу вас спросить напрямую. Мне постоянно приходится отвечать на достаточно простой вопрос. На самом деле это вертикаль подчинения, очень жёсткая во время войны. Она выстроена следующим образом. Есть военный верховный главнокомандующий, то есть человек, который определяет стратегию не только с точки зрения того, что происходит по линии фронта, но и с точки зрения обеспечения, с точки зрения, опять же, переориентации экономики на военные рельсы, с точки зрения отношений с нашими союзниками, потому что они основные партнёры, которые позволяют нам ресурсно всё-таки выглядеть достаточно устойчиво и так далее. Вот Сео — это президент, он же верховный главнокомандующий. Его операционные директора разные. Один из них — это, безусловно, главнокомандующий в жёсткой прямой вертикали подчинения. То есть это подчинённый президента, который занимается, собственно, как раз войной, имеется в виду господин Залужный. И, соответственно, здесь по определению конфликта как такового не может. Это прямая вертикаль подчинения. Есть стратегия, которую определяет президент, есть тактика, за которую отвечает, собственно, главнокомандующий. И, соответственно, если президент не удовлетворён теми или иными результатами в рамках своей стратегии, то, конечно же, он просит внести коррективы в тактику, что, собственно, и делается в ежедневном режиме общения, на ставке, на военном кабинете и так далее и тому подобное. Поэтому ключевой момент, который я бы подчеркнул, это, конечно, заинтересованность России в том числе, чтобы создать такую иллюзию конфликтности на уровне политического руководства, военного руководства, чтобы, опять же, ещё больше депрессировать и общественное настроение в Украине, общественное настроение в странах партнёра, что эта ситуация безысходна. Видите, у них даже есть внутренние конфликты. Давайте всё-таки принуждать их к тому, чтобы они капитулировали. Ну, в принципе, стратегия информационная понятна. Я к этому отношусь уже давно с сарказмом и с иронией. Вот Илья у вас спрашивает. Здравствуйте, Михаил. Поможет ли личное выступление Зеленского и Заложного снять множество слухов и домыслов об их якобы конфликте? Необходимо ли это в данной ситуации? Смотрите, определяют свою личную стратегию информационную и президент, и главнокомандующий. Если сочтут нужным, они это сделают. Но, с другой стороны, это в любом случае не снимет никаких дополнительных конспирологических версий, слухов, разговоров и так далее. Это будет сопровождать нас до конца войны. Я хочу, чтобы вы понимали, в начале войны субъект Путин прямо, буквально с экрана телевизора, сказал военные «берите, осуществляйте в Украине переворот, захватывайте власть, мы с вами там договоримся» и так далее. И вот на протяжении всех практически двух лет войны нас периодически пытаются втянуть вот в эту тему разногласия, конфликты и так далее и тому подобное. Поэтому и до конца войны это будет продолжаться. Просто нужно понимать, что есть эпизоды, когда… этап войны, когда характеризуется он эмоциональным подъёмом, да, ну то есть когда, собственно, вот этот адреналиновый шторм, это было в начале войны, это было накануне наступательных операций Украины и так далее. И эти темы не взлетают вообще. То есть их как бы нету в такой активной медийной ротации. Как только более трудные этапы войны, они объективные, ещё раз подчёркиваю, война длинная, да, так сразу появляются вот эти темы, смотрите, там всё плохо, ресурсов нету, поддержки нету, внутренние конфликты и так далее. Это мне очень, опять же, понятная стратегия, она будет нас сопровождать с вами до конца войны. И что бы мы ни делали, мы будем всё равно вынуждены каждый день выходить и опровергать очевидные или неочевидные вещи. Что касается блокировки помощи Украине от Соединённых Штатов, конечно, тоже много вопросов об этом. Насколько это тревожный сейчас уже сигнал для страны? Какие вообще сценарии развития событий вы видите в случае, если эта помощь либо затормозится, либо прекратится? Ну, я, тем не менее, всё равно, несмотря на то, что достаточно жёсткая дискуссия идёт в американском парламенте, я, тем не менее, достаточно оптимистично смотрю, потому что это выглядит несколько странно для меня. Смотрите, есть война, внутри которой находится Российская Федерация, которая агрессивно пытается сломать всё международное пространство, то есть доказать, что правил не существует, права не существует, ничего не существует, и страны демократии не умеют защищаться, не готовы быстро перестраиваться. И глобального лидерства у стран демократии точно нет, и у Соединённых Штатов в том числе. Это выглядит для меня странно, потому что инвестиции, которые сегодня ты вкладываешь в Украину, они, во-первых, не настолько огромны, да, там это не гигантские цифры, это даже если берём военный бюджет Соединённых Штатов, это от 2,5 до 5 процентов только военного бюджета, не всего бюджета, а военного бюджета, и эти деньги при этом ещё и в самих Соединённых Штатах практически в 90 процентов случаев остаются, военные производства вкладываются внутри Соединённых Штатов. Ну и вот, грубо говоря, имея двухгодичную войну в центре Европы, ну или давайте в Восточной Европе, да, и ты так добровольно скажешь, вы знаете, мы тут маленькую сумму платим, относительно маленькую, и вот мы посчитали, что нашей репутации выгоднее проиграть эту войну тоже. Ну то есть это примерно так звучит. Но мне кажется, это нелепо, да, то есть как бы нелепо сегодня ставить под сомнение необходимости выигрыша Украины в этой войне, потому что это всё-таки будет символизировать четыре вещи. Первое, опять же, глобальное лидерство Соединённых Штатов, опять же, что страны демократии доминируют в современном мире, что третье, что правила действительно необходимы, правила, которые определяют взаимное отношение страны к стране, и четвёртое, что военные преступления не останутся безнаказанными для того, чтобы не провоцировать преступника на последующие военные преступления и так далее. Вот это инвестиции во всё это. Это инвестиции в собственные безопасности, в собственные гарантии будущего и так далее. И нужно просто продолжать с нашими партнёрами это всё обсуждать. Опять же, учитываем несколько факторов, а потом перейдём к плану Б, плану С у Украины. Учитываем несколько факторов. Вот мне кажется, что никто в Конгрессе, ну большинство, по крайней мере, такое подавляющее большинство конгрессменов, независимо от партийной принадлежности республиканской или демократической партии, не ставит под сомнение необходимость военной помощи Украине, военной помощи Израилю, военной помощи другим странам, в которых пакетно принимается эта помощь. Но при этом крайне большое разноклассие, большие дискуссии, споры вызывают вопрос, касающийся миграционной политики Соединённых Штатов. Ужесточать её или, наоборот, продолжать дальше идти по пути либерализации, это касается не только стены на южной границе, не только стены с Мексикой, это гораздо более объёмные дискуссии и так далее. Ну вот, к сожалению, внутренний политический процесс, он очень жёсткий в Соединённых Штатах последние годы, конечно же, он имеет такие отголоски. Но я всё-таки ещё раз подчёркиваю, надеюсь, что вот это понимание роли США в современном мире и понимание того, что недофинансирование войны в Украине, оно приведёт гораздо более тяжёлым последствиям для демократического лагеря, чем то, что мы сегодня видим, ну или чем то, что нужно инвестировать. Не забываем также, что у нас есть хорошие добрососедские, ну или, вернее, добрые отношения с нашими партнёрами европейскими. То есть европейские страны наоборот, национальное правительство целого ряда стран идут на увеличение военных бюджетов в Украине, потому что понимают, что всё-таки незавершённая война, давайте называть вещи своими именами, если у России будет больше ресурсов, то война действительно может превратиться в незавершённый конфликт. А незавершённый конфликт на территории Европы — это всегда дополнительные риски, это всегда эрозия безопасностного пространства, да, это всегда конфликты. И, соответственно, они увеличивают эту помощь. Есть переговорная площадка такая между Украиной и Европейским Союзом, это третье направление. Есть на сегодняшний день договорённости о совместном инвестировании в военные производства, чтобы что-то где-то существенно нарастить на территории Украины, имеется ввиду определённые виды оружия и так далее. То есть есть сценарно, куда мы понимаем, должны зайти. Но давайте не забывать очень важный параметр. Российская Федерация с ресурсной точки зрения, с точки зрения инвестиций в военные технологии, военное производство гораздо более объёмно, чем любая европейская страна. И поэтому, чтобы это всё скомпенсировать, конечно, нужно солидарно подходить к тому, что происходит сегодня в Украине. То есть Европа должна быть вместе с Украиной, если ещё раз подчёркиваю, хочет иметь предсказуемое и стабильное будущее. Если говорить всё-таки о возможных сценариях в случае, если это всё же притормозится, как минимум, есть ли, рассматривается ли вариант взятия кредитов в тех же американских банках и что-то подобное? Ну, мы рассматриваем разные варианты, но ещё раз, у нас приоритетно, значит, это ведение переговоров на разных уровнях, и неважно, там, публичных, непубличных. Второе — это работа с различными проукраинскими лоббистскими группами и в Соединённых Штатах, и в европейских странах. Дальше у нас интенсификация на повестке дня, интенсификация переговоров с нашими европейскими партнёрами, с Европейской комиссией, с Европейским Союзом. Ну и, соответственно, любые другие опции, которые позволят нам иметь тот ресурс, который необходим дальше для ведения войны. А, ну и ещё и активация военных производств внутри страны. То есть как раз-таки с частными компаниями, военными в том числе частными компаниями, в том числе с американскими военными компаниями, уже подписываются совместные предприятия о том или ином инвестировании в такие-то отрасли, и эти инвестиции уже делаются, ну, вернее, вносятся, то, соответственно, конечно же, есть много разных опций, которые позволят Украине всё-таки контролировать то, что происходит по линии фронта, ну и, соответственно, обеспечивать ресурсность своей армии на должном, относительно должном уровне. Потому что, ещё раз подчёркиваю, всё-таки и сегодня, несмотря на всю совместную помощь, совместные программы поддержки Украины, дефицит чувствуется. Дефицит в определённых видах оружия, прежде всего. Ну, я не беру авиационный компонент, его практически вообще нету, что удивительно до сегодняшнего дня. Но с точки зрения, например, там, снаряда или дальнобойной ракеты или того же дрона, дефициты пока всё ещё остаются. Если говорить о таких пессимистичных настроениях, по крайней мере, вот среди российской оппозиции, мы могли это наблюдать. У нас в эфире Евгений Чичваркин заявил, что считает, что российской оппозиции больше нет, и что мы проиграли. Так он выразился. Возможно, это эмоциональное было заявление. Но вместе с тем, есть такой некий пессимизм и о будущем Украины, он тоже как-то возникает. И в нашем чате вот я вижу, что много вопросов тоже на эту тему. Такие настроения есть. Как вы смотрите на эти настроения? Есть ли для них какие-то обоснования? Я на любые настроения смотрю как на объективную реализацию того уровня знаний, который есть у той или иной аудитории. Вот они видят определённую часть событий и, соответственно, на основании этого делают глобальные выводы. При этом есть ещё определённая психоэмоциональная окраска. Действительно, два года войны — это тяжёлый фон, ну для того, чтобы прогнозировать. Действительно, накануне наступательных операций Украины были абсолютно чёткие, конкретные ожидания, что будет такой харьковский сценарий, всё очень быстро завершится, и в России начнётся глобальный обвальный процесс политической деконструкции, то есть формирование другого типа политики и так далее. Всё это не случилось. Объективности ради надо сказать, что Россия сегодня, конечно же, прекрасная медополитическая элита российская, прекрасно понимает ставку в этой войне. То есть они понимают, что уже не будет такого, что можно где-то как-то чуть-чуть проиграть и потом, соответственно, самосохраниться. Нет, они понимают, что нужно все ресурсы, которые есть в России, вот всё, что у них есть, потратить на Украину для того, чтобы устоять, то есть потратить на войну в Украине. И, соответственно, они это делают. То есть они проводят бесконечные мобилизации, они практически полностью переориентировали бюджет, то есть они пытаются как-то бороться с вот этой тотальной, главной своей зависимостью, наркотической зависимостью под названием коррупция. То есть они пытаются всё-таки не все деньги воровать. Желательно, чтобы они продолжали жить в этой стилистике, как бы стилистике, но тем не менее. И, соответственно, Россия сделала ставку на всё или ничего. Ну, я имею в виду нынешняя политическая элита в России. И, конечно, это тяжёлая ситуация, потому что в этой войне будет либо-либо, либо вы обвалили Российскую Федерацию, и там идёт трансформация, в любом случае уже, как только она проиграла, либо Россия устоит, тогда она будет только всё больше и больше закукливаться вот в такой образ страны-монстра, в прямом смысле слова, без всякой маскировки, и будет атаковать разные страны разными способами. Экспансия станет единственным типом её внешней политики. Экспансия такого примитивного толка, военного толка, террористического толка и так далее. Поэтому ставки чрезвычайно высоки. И, конечно, эти ставки не предполагают очень быстрые решения. Эти ставки предполагают, что раз Россия весь ресурс тратит на эту войну, значит, Украина должна найти где-то этот ресурс, чтобы скомпенсировать возможности России. А, соответственно, нужно всё-таки прийти к более, скажем так, объёмному представлению об этой войне, более реалистичному представлению, какие ставки в этой войне. Ну и, соответственно, тогда возникает вопрос математически иных цифр поставок дронов, снарядов, ракет, ну то, о чём я говорил, да, и так далее и тому подобное. Это вопрос второй, который возникает здесь, это вопрос психоэмоционального восприятия. Усталость, конечно же, есть. Но вот в такие периоды как раз и формируется понимание о том, кто есть кто, у кого какая цена, кто может выдержать это всё, кто сам себя уверит в том, что всё пропало. Вот, к сожалению, некоторые люди и имеют право на это, они входят вот в это состояние. Смотрите, сколько уже всего сделано, но ещё дорога, конца и краю дороги не видно, да. А на самом деле вот как раз сейчас формируется вот это устойчиво, точно так же, как было в начале войны, когда все не верили в то, что Украина может выстоять, но когда она там неделю, две, три уже, соответственно, эффективно сопротивлялась, вот тогда начал формироваться вот этот каркас уверенности. Ага, раз она выстояла в начале, значит, у неё есть шансы, эти шансы возрастают. Вот точно так же сейчас. Вот достигли определённого рубежа, и, соответственно, сейчас у многих депрессий, вот в этот момент опять формируется этот каркас людей, которые устойчивы к психоэмоциональному воздействию и которые, опять же, на своих плечах всё это будут толкать дальше в тот момент, когда опять ситуация пойдёт на подъём, да, ну то есть когда начнётся вот это ощущение, да, действительно, вот здесь можем доработать, вот здесь можем доработать и так далее. Перетерпеть, я называю, этот период, он всегда возникает в длительных кризисах. Если кризис короткий, там таких качель, конечно же, нет. Кризис длинный предполагает разное психоэмоциональное состояние, и нужно с ними уметь работать. Поэтому отсюда рекомендации. Первое — ну не загонять себя в депрессивную ловушку, особенно если люди интеллектуальны, если они умеют анализировать. Они должны понять тот объём ресурса, который Россия тратит, понять тот объём ресурса, который нужно, чтобы Украина тратила, понять, откуда эти ресурсы брать. Вторая составляющая — опять же, вести переговоры, абсолютно не только переговоры с точки зрения между политическими элитами, но также вести объяснение в средствах массовой информации, пытаться вот это всё негативное или вот это психоэмоционально-отрицательное немножко сбивать, то есть давать уверенность. Третье — должны быть сигналы о том, что где-то что-то происходит позитивно. А смотрите, я это возвращаю нас с вами в акваторию Чёрного моря. Давайте. Вот полгода назад, когда Россия активно блокировала, возможно, зернового коридора и говорила, что она будет всё там уничтожать и так далее, сегодня альтернативный зерновой коридор работает. 7,5 миллионов тонн грузов перевезено. Абсолютно не обращает внимания никто на то, что там говорит или делает Российская Федерация. Наоборот, Российский Черноморский флот загнан. Часть в Новороссийск, часть безвылазно стоит в Севастополе и так далее. То есть, соответственно, есть максимально позитивные результаты, которые показывают, что у России, как всегда, много блефа, гораздо меньше реалистичности. Ну и, наконец, самое главное — это инвестиции, ещё раз инвестиции во всех смыслах этого слова, в Украину и в украинские оборонные возможности. Вот если продолжая о настроениях и тех, кто их формирует, спрашивает наша зрительница Карина. Михаил, вы продолжаете ходить на эфиры к Латыниной после её последнего эфира с Арестовичем, с которым она явно на одной волне и им восхищается. Ну вот что можете по этому поводу сказать? Насколько вообще, так я сформулирую вопрос, высказывания Алексея Арестовича, они полезны или вредны для украинской демократии? Они не полезны, не вредны. Они практически на сегодняшний день не влияют на те процессы, которые происходят и внутри Украины, и в рамках войны, и так далее. Они, безусловно, деструктивны, часто деструктивны, потому что скорее в них видна такая обида за нереализованное эго. И, соответственно, они, конечно же, могли бы быть деструктивными, если ещё раз подчёркиваю, если бы он был влиятельен сегодня во внутриполитическом процессе Украины. А так как он отсутствует как субъект, который на это влияет, то, конечно же, эти заявления скорее воспринимаются людьми как мимо что-то постороннее и так далее и тому подобное. Что касается моих участий в тех или иных эфирах, давайте чётко зафиксируем. Я использую любые инструменты, любые площадки, потому что аудитории должны быть разные. Наша задача как раз-таки показывать всем аудиториям, и вернусь к вашему тезису, который высказал господин Чичваркин, что российская оппозиция умерла. Нет, на мой взгляд, как раз-таки у российской оппозиции, несмотря на то, что они там внутри между собой очень часто воюют по каким-то мелочным поводам, на самом деле у них есть потенциал, они могут всё-таки нащупать ту стратегию, или даже, бог снизу, стратегия, тактику поведения, которая позволит им нарастить собственную ценность, ценность с точки зрения влияния на процессы происходящие, если они станут более, скажем так, сконцентрированы на определённых вещах, если они будут чётко разделять чёрное и белое. И поэтому для того, чтобы работать с этими аудиториями, конечно, нужно использовать различные площадки. Вопрос же в другом. Вопрос, кто ведёт на этой площадке. Мне, честно говоря, наоборот импонирует, когда люди могут задавать жёсткие вопросы для того, чтобы я мог рельефно показать нашу позицию. И, соответственно, конечно же, я прихожу на разные площадки и на них работаю. То есть главная задача — не самоизолироваться. Смотрите, в современном информационном мире вообще дико звучит вопрос, почему вы используете все инструменты для того, чтобы максимально жёстко отстаивать свою точку зрения. Это странно, потому что в информационную эру, как только ты где-то отсутствуешь, вакуум же не существует. Правильно, он заполняется сразу другими точками зрения. И тогда будет как раз-таки формироваться ощущение, что Украина не способна внятно, чётко, структурно объяснять причины, следствия и природу этой войны. Не способна отвечать на тяжёлые вопросы. Не способна формировать общественные мнения в разных социальных группах, даже в тех, которые нелояльны. Но я не думаю, что нам нужно по этому пути идти. Поэтому в силу того, что как раз это моя сфера ответственности, я буду, должен и просто обязан работать с тяжёлыми социальными группами, я так деликатно скажу, с тяжёлыми социальными группами, объясняя им природу того, что делает сегодня Украина, и почему Украина должна продолжать это делать, и почему страны, которые хотят жить в предсказуемом будущем, должны быть рядом с Украиной. Кстати, это касается и российской оппозиции. Если о тех, кто ведёт эфиры, вот как раз тоже большой резонанс у нас в комментариях вызвал комментарии украинской журналистки Курбановой, которая, в том числе она с Марком Фейгином, насколько я помню, ведёт эфиры, но здесь был другой эфир, и там она довольно так оптимистично, радостно говорила о том, что произошло в Брянске. Ну, можно, наверное, употребить слово «злорадно», хотя это очень оценочно, но при желании каждый может ознакомиться с этой цитатой. Не отражение ли это российской пропаганды? Хочу вас спросить, учитывая, наверное, что помнят наши зрители и вы то, что говорил Красовский Антон, такой пропагандист. Как вы к этому относитесь, если вы знакомы с этим высказыванием, конечно? Не совсем знаком, но с ваших слов мне понятно. Я пересмотрю, конечно же. Но, знаете, очень странно сравнивать то, что делает Россия. Россия является страной-агрессором. «Россия зашла убивать гражданское население». Россия его убивает, и Красовский говорит о том, что мы должны топить, мы, русские, должны топить украинских детей. Ну, или там убивают любым способом. Цитата, да, его. Да, цитата. И, соответственно, это совершенно другая диспозиция. То, что произошло, или там оценка того, что происходит в России, это сделали россияне на своей территории в связи с тем, что Россия постепенно скатывается в мрачные времена, во времена криминализации и так далее. И, соответственно, когда в стране существует культ насилия, когда говорится «Ура, круто, там, Вагнер вырезал, отрезал головы», это очень геройские поступки. Когда в школы, внимательно, в школы приходят так называемые герои СВО, то есть, по сути, убийцы и мародёры, которые говорят, смотрите, ты можешь совершить преступление, тебе могут дать 20 лет за массовое изнасилование в Нижневартовске, после этого ты идёшь в Украину, делаешь тоже массовую попытку изнасилования, массового убийства, но после этого ты становишься героем, тебе сразу государство даёт социальные трансферты и так далее, то каким образом дети в России будут на это реагировать? Они будут это брать как симптоматичную модель поведения, которая позволит им достигнуть успеха. Я хочу, чтобы мы не формы смотрели, а глубже понимали о том, что происходит. То есть, когда в России, в школы, ещё раз подчёркиваю, к детям приходят убийцы, сертифицированные, дистиллированные убийцы, которые после войны в Украине вдруг стали героями, и они промоутируют вот этот культ насилия, то и дети будут себя соответствующим образом вести. Но опять же, смотрите, это делает сама Россия, это делает на территории России, это делают без участия Украины. Поэтому абсолютно нормальная реакция с нашей стороны. Что посеяли, то вы пожинаете. Это не значит, что мы хотели бы, чтобы Россия была такой, но это значит, что Россия объективно есть такой страной, которая через самопожирание выращивает из собственных детей убийц. И это ещё мало, на мой взгляд, потому что криминализация явно захлестнула Российскую Федерацию. Уровень уголовных преступлений 600 плюс процентов прироста по отношению к 2021 году за последние годы и так далее. И, соответственно, безусловно, мы таких инцидентов, эксцессов будем видеть с вами много. Это не вопрос нашего злорадства, не злорадства. Это объективная Россия. Россия криминализованная, которая сама себя вырезает, убивает и насилует. И, соответственно, дети таких же родителей выглядят точно так же. В отличие, ещё раз подчёркиваю, хочу, чтобы мы здесь разделяли. Красовский, вот этот субъект, говорил о том, что он хочет прийти, поэтому он, конечно же, сможет прийти. Мы разберёмся юридически с этим субъектом. Он хочет прийти и наших детей убивать. А мы говорим о том, что в России следствием того, что героизация идёт убийц, которые и в мирной жизни там резали, убивали, насиловали. И получили индульгенцию через резание, убийство и насилие в Украине. Идёт формирование культа личности убийцы. Ну что ж, ещё вопросы в нашем чате. Буду их задавать. Вот вы сказали, что любите жёсткие вопросы. Вот здесь острый вопрос от нашей зрительницы, вероятно, киевлянки. Она спрашивает, Михаил, когда у нас в Киеве уже перестанут отмывать деньги и класть плитку во время войны, пишет Марина. Может, эти деньги отправить на фронт, а тротуары подождут? Безусловно, она права, ваша зрительница. И качественно поставленный вопрос только нужно, чтобы, когда ты ставишь такой вопрос, чётко понимал, что происходит. Есть местные органы власти. У нас децентрализация с 2015, 2016, 2017 года позволила местным органам власти получать в управление большие бюджеты. Мы на государственном уровне не определяем приоритетность использования этих бюджетов. Эти бюджеты, использование их, статьи использования определяются на заседаниях Совета местного органа власти. Ну, то есть Киевсовета в данном случае и так далее. Безусловно, и президент неоднократно, и депутаты, я имею в виду депутаты парламента, неоднократно говорили и обращались к местным органам власти, чтобы они сами пересмотрели программы финансирования. И приоритизацию сделали. Покупку амуниции для линии фронта, дополнительное социальное стимулирование мобилизованных с того или иного региона и так далее и тому подобное. Что-то получается. В некоторых регионах идут навстречу. Там начинают выплачивать дополнительные деньги, 30-20 тысяч гривен, тем, кто мобилизованный с того или иного города или населенного пункта. Есть городские советы или поселковые советы, которые начинают тратить денег, больше гораздо тратить денег на закупку тех же дронов или еще какой-то амуниции, вакуумобилей для линии фронта и так далее. Идет этот процесс. К сожалению, идет не так быстро, как нам бы хотелось. Есть даже, кстати, парламентское решение о том, что по ДФО, то есть специальный налог военный, будет изыматься у местных органов власти и непосредственно идти на финансирование военных программ и так далее. То есть есть решение. Но вот что здесь в этом вопросе важно? Важно, что мы ведь говорим о конкретных людях. Мы ведь говорим о тех людях, которые живут в Украине и тех людях, которые должны понимать цену их будущего. Если армия не выстоит, то у них больше не будет возможности находиться в этих же советах, то есть находиться внутри местных органов власти. И они сейчас должны отдать всё. Это должно быть внутри. Это должно быть абсолютно конкретное искреннее понимание приоритета того, что ты делаешь. Если они хотят самосохраниться, то сегодня нужно приоритетно всё отправлять на линию фронта. Ещё раз подчёркиваю, эта работа ведётся, она информационная, она на законодательном уровне идёт. Но, к сожалению, не так быстро, как нам бы хотелось. Ещё вопрос от наших зрителей. Михаил, в апреле 2023 года вы говорили, что цитирует наш зритель вас, «Украина вернёт Крым за 5-7 месяцев, искренне снесёт мост», пишет наш зритель. «7 месяцев закончились в ноябре 2023 года, сейчас уже декабрь. Скажите, пожалуйста, от какого месяца и какого года нужно начинать отчёт?» Давайте исходить из следующего. И вы видели публикации, соответственно, в европейских и американских медиа с точки зрения планирования операций. Мы когда прогнозировали или, скажем, говорили об этом, то есть говорили о возможности деоккупации Крыма, исходили из оценки ситуации генерального штаба, из оценки ситуации разведсообщества, из оценки ситуации того, как будут происходить наступательные операции Украины, наших партнёров. Исходя из этих оценок, ещё раз подчёркиваю, это всё сегодня в открытом доступе, можно спокойно, исходя из этих предварительных оценок, действительно, к концу лета этого года мы должны были бы находиться либо возле границ непосредственно Крыма, либо, собственно, в самом Крыму. Безусловно, ситуация развивается не так оптимистично и не так быстро, как нам бы хотелось. Безусловно, ещё раз подчеркиваю, хотя я, например, в отличие от многих, с большой симпатией отношусь к тому, что делают вооружённые силы Украины, сейчас объясню почему, несколько пунктов и так далее. Безусловно, это не выглядит так, как было запланировано, как прогнозировалось в теоретических моделях. Я, честно говоря, знаете, когда этот вопрос задаю, а почему вы сегодня не в Крыму? Ну да, круто. Это правильный вопрос, потому что уничтожить гигантскую российскую армию, о которой вчера все боялись даже подумать, отворачивали глаза и считали, что это наиболее боеспособная армия, с учётом того, что Россия в какой-то момент осознала после Харьковской операции Украины, что у неё есть все шансы очень быстро обвалиться и проиграть, и, соответственно, отправила на линию фронта всё, что смогла мобилизовать, то есть существенно больший объём ресурсов, чем планировала в самых своих пессимистических сценариях Россия. Конечно, вот такую армию уничтожить можно за три дня или за три месяца. Нет, к сожалению, к сожалению, эту армию нужно будет уничтожать ровно столько, пока она проиграет. И теперь я перехожу к тому, почему я гораздо оптимистичнее смотрю на многие процессы, которые сегодня происходят. Первое. Несмотря на весь накопленный ресурс, гигантский ресурс, несмотря на истерическую мобилизацию, истерический поиск бомб, ракет, снарядов, дронов, Российская Федерация никуда не продвигается, а находится на этих оккупированных территориях, где она с 2022 года находится и ведёт там в основном оборонительные действия. Вторая составляющая. Очень важно. Несмотря на все понты классические российские, сегодня Украина не позволяет России доминировать в акватории Черного моря, о чём я говорил, и, соответственно, эффективно держит под огневым контролем полуостров Крым. Да, это не значит, что он завтра будет деоккупирован, это значит, что интенсивность обработки этого военных целей на полуострове будет возрастать. Третья составляющая, очень важная, позитивная. Несмотря на все заявления о том, что наступление неудачно или удачно, ребята сегодня в рамках наступательных операций продолжают двигаться вперёд на Запорожском, на Южном направлении, на Херсонском направлении. Сколько понадобится, столько они будут делать ту работу, которая позволит обвалить линию фронта Российской Федерации где бы то ни было. И, наконец, то, что негативно, а то, что действительно могло бы повлиять на темпы продвижения, на собственные наступательные операции, это санкции. Давайте объективно смотреть, что санкции, как не работали с 2014 года, так и сейчас не работают в полном объёме, потому что Россия имеет возможность продавать и сырьё, обходить параллельным импортом санкций через третьи страны и частные компании. Более того, многие европейские компании, к моему огромному сожалению, продолжают работать на потребительском рынке России, позволяя бюджету получать деньги, необходимые для проведения рекрутинга, то есть наёма дополнительной живой силы, потому что Россия воюет количеством живой силы. То есть они уже потратили в этой войне более 500-600 тысяч человек, я имею в виду общие потери, все и летальные, и нелетальные, и так далее. И вот Россия спокойно продолжает за счёт европейского, в том числе, налогоплательщика финансировать рекрутинг вот этих людей, которые дальше идут в Украину убивать. То есть есть позитивные вещи, есть негативные. Если санкции будут действительно резко убивать российскую экономику, то, конечно, война будет гораздо быстрее приведена к финальным аккордам. Вот, в принципе, так эта ситуация выглядит. Наши зрители также ещё в чате задают вопрос. Вот был только что, и куда-то он убежал. Но есть ещё один. Михаил, я понимаю, что вопрос не очень приятный, но всё же я никак не пойму, почему у Украины нет ракет, которые она производила для ядерной триады РФ. Ярс, или как они называются, если ракету и двигатель производили в Украине, и Украина её обслуживала. Где сейчас производство, почему не восстановили за полтора года войны? Ну и так далее. Тут долгие вопросы. Военные производства частично восстановлены. Мы не производили полноценную ракету. Да, мы производили отдельные компоненты. Сами по себе эти компоненты без объёмного инженерного структурного плана ничего не значат. И, соответственно, ты не можешь на основании нескольких компонентов воспроизвести всю ракету. Но, кроме того, давайте я задам встречный вопрос. А зачем вам нужен, условно говоря, носитель ядерного боезапаса, если самого ядерного боезапаса у вас не будет? Нам нужны другого типа ракеты. И сейчас решение есть. Опять же, они доинвестируются. Есть ракеты разной дальности. Правда, не в том количестве, в котором бы нам хотелось. На мой взгляд, количество, которое будет определять совершенно другую стратегию поведения Украины на поле боя, это от тысячи, полутора тысяч ракет ежемесячно, которые можно будет тратить, вернее, расходовать по военным целям. Так вот, у нас есть производство ракет с определенной дальностью. Эта дальность даже не 100 километров, а гораздо выше. Оно восстановлено, хотя, например, в рамках довоенных программ, в рамках договоренностей. Это, кстати, опять же, и Россия в этих договоренностях присутствовала. Я напомню, середины 90-х Украина имела возможность производить в рамках коммерческих целей небольшое количество ракет с дальностью 200-220 километров максимум. Опять же, эти ракеты передавались дальше на переоснащение в другие страны. Но, соответственно, сейчас ракетное производство частично восстановлено. У нас есть возможности воспроизводить дальнобойную ракету. И, соответственно, просто это нужно все доинвестировать, масштабировать это производство. Военные производства никогда не создаются за считанные месяцы и так далее. Но Украина, смотрите, давайте все-таки фиксировать. Украина сегодня гораздо больше инвестирует в снарядное производство и есть определенные количественные успехи. Не буду называть цифры, но, тем не менее, успехи, конечно же, не сопоставимы с тем, что мы производили в начале войны. Украина инвестирует в дроновые производства, потому что дрон на сегодняшний день это ключевой инструмент этой войны, как оказалось. То есть, соответственно, например, в месяц нужно иметь от 30 тысяч дронов. Это минимальное число дронов, которые будут иметь эффективное влияние на то, что происходит по линии фронта. А лучше иметь 50-70, то есть 100 тысяч дронов разных модификаций. Я говорю пока о воздушных дронах, те, которые применяются по линии фронта. Третье. Мы инвестируем в инженерно-ремонтные возможности для того, чтобы логистика была ускорена с точки зрения ремонта бронетехники, разных видов бронетехники. И, соответственно, у нас есть производственные мощности, еще исторически у нас были хорошие производственные мощности, но они требовали модернизации. Эта модернизация проводится. У нас есть хорошие инвестиции, хорошие результаты, опять же, по ракетному производству. Ракеты, которые можно использовать уже по линии фронта. Опять же, вопрос масштабирования. Опять же, это производственные линии, расширение производственных линий и так далее. На мой взгляд, сегодняшнее Министерство стратегической промышленности и господин Камышин достаточно эффективно работают для того, чтобы мы имели гораздо больший арсенал, гораздо большую линейку инструментов для ведения эффективных боевых действий. Почему я говорю про эффективные боевые действия? Технологическое преимущество нужно получить. У нас все-таки асимметричная война должна быть, потому что, если говорить о количественных параметрах, еще раз подчеркиваю, в Европе нет ни одной страны, которая была бы сопоставима с тем, что делает Россия по ресурсам. Имеется в виду, прежде всего, по мобилизационному компоненту. Ни одна страна не будет расходовать так живую силу, как расходует Россия. Она не считает, что нужно как-то эту силу защищать, как-то беречь ее и так далее. Она может отправлять волнами бесконечно людей, которых не жалко. И, соответственно, для того, чтобы это скомпенсировать, вы не можете точно так же симметрично проводить бесконечные мобилизации и выставлять против каждого военнослужащего с российской стороны своего военнослужащего. Нет. Вы можете это компенсировать за счет технологических решений. Дроны, ракеты, системы радиоэлектронного контроля и так далее и тому подобное. Алина задает вам вопрос. Все время думаю, Михаил, о том, что мешало Западу дать сразу много оружия, чтобы Украина победила. Есть ли у вас ответ? Ну вот такой, казалось бы, простой вопрос или непростой? Он одновременно и простой, и непростой. Потому что достаточно понятно, что мешало. Мешало предвзятое отношение к Украине, мешало предвзятое отношение к России, мешало страх перед Россией, мешало вот это консервативное мышление, что можем мы там немножко посидим в стороне, а оно как-то само разрулится. Мешала традиционная привычка современной политики, европейской прежде всего, откладывать решения. Почему? Потому что не было глобальных кризисов, а все кризисы через какое-то время быстро урегулировались. То есть не было глобальных войн. И, соответственно, нынешнее поколение политиков, оно гораздо более инертно и не готово брать на себя прямую личную ответственность. Многие из них. И все это в комплексе. Плюс действительно боязнь России, то, что у нее там есть ядерное оружие, что это страна с большим военным опытом, что она имела успешные войны в Грузии, первый этап войны в Украине, Сирии и целый ряд других спецопераций, особенно на африканском континенте. Вот этот образ страны-монстра, где очень крутые спецназы и так далее и тому подобное. Всего этого было много. А, ну еще, кроме того, не забываем, Россия занимала доминантное положение на рынке оружия и все время рассказывала, что у нее есть там супероружие, которого нет ни у кого, и она этим оружием может держать под контролем. Они долгое время, например, продавали концепцию гиперзвуковых ракет, которых ни у кого нет, и, соответственно, они могут там творить все, что угодно. Вот это все в комплексе. Плюс, знаете, плюс вот этот психологический шок от начала большого вторжения, он начал постепенно проходить. Ну, то есть, сначала был шок, то есть, ты не готов был принять решение, ты просто ждал, как это закончится. Это, знаете, когда убийца в подворотне кого-то там нож в горло приставил, а остальные все просто в шоке находятся и не знают, не готовы действовать физически. А потом вот этот шок прошел, и оказалось, что этот убийца где-то в другом уже дворе, далеко от вас, к вам он уже не придет, потому что у вас тут уже охрана появилась, вы все-таки больше начали вкладываться в собственную безопасность, и для вас война стала где-то далеко. И, соответственно, появились другие проблемы, ситуативные проблемы и так далее. Ну и кроме того, смотрите, на рынке должна быть, вот на глобальном рынке вы должны быть реально союзниками. Это очень круто, что страны Балтии очень быстро правильную стратегию взяли, быстро удаляться от постсоветского пространства и быстро приближаться в европейское коллективное поле, безопасностное, культурное, информационное и так далее. Это очень многое дало вам с точки зрения безопасности. Это не значит, что Россия не будет там оскорблять, продолжать, но это дало ощущение, что, в принципе, стратегия ваша была абсолютно правильной. К сожалению, Украина не выбрала эту стратегию и долгое время, и тут я перехожу в самое опасное, долгое время европейские элиты или там евроатлантические элиты считали по умолчанию, что у Украины нет полноценной субъектности, что у Украины нет полноценного суверенитета, что Украина это обязательная зона интереса, внешнеполитических интересов России, и, соответственно, Россия имеет право на определенный тип поведения, более агрессивный по отношению к Украине, чем если бы Украина была полностью субъектна. Сейчас, конечно, всё это уже умерло, сейчас все понимают, что Украина — это не Россия, Украина — абсолютно субъектная страна и так далее и тому подобное, но вначале, к сожалению, всё это предопределяло позицию. Ну и последнее — это российская оголтелая пропаганда, которая долгое время пугала западные элиты, что если вы будете помогать Украине, мы тут можем ядерную кнопку использовать, нажать её и так далее. Это тоже оказывало, пусть примитивное, но тем не менее влияние. Хотя сейчас Владимир Путин, уже завершая разговор с вами, я знаю, что вас нужно отпустить, но просто Владимир Путин как раз недавно заявил о якобы свинском отношении к русскоязычным странам, в Латвии в частности, и это тоже некоторые восприняли как месседж такой угрожающий. Поэтому нельзя, наверное, говорить о том, что Путин отказался от своих таких идеях, идей и экспансии. Давайте наоборот зафиксируем. Вы абсолютно правильно поднимаете тему. Многие до сих пор её не до конца понимают. Путин сбросил маски. Российская Федерация не вернётся в довоенное состояние. Россия будет, потому что она иначе не сможет существовать, будет всегда экспансионистским государством. Она всегда будет внутри страны тотально всё контролировать, никаких прав человека, никаких конкурентной политики, свободы слова, ничего не будет. Будут лагеря, полноценные, как бы я так утрированно говорю, лагеря, где люди будут работать за пайку для того, чтобы воспроизводить военный потенциал. На внешнем рынке Россия будет вести себя максимально агрессивно, если не проиграет, допустим, максимально агрессивно. Она будет инвестировать много денег в нестабильность, в провокации, в протесты, в попытки пропагандистского, информационного захвата территории, получения эффективного контроля, в попытки политического захвата территории через финансирование тех же ультраправых, допустим, ну или ультралевых, называйте как хотите. Она будет где-то совершать террористические акты и политические убийства. В Украине, например, их будет много. Она где-то будет пытаться войной зайти, при этом будет обвинять страны Запада, но как это принято в России, что это они спровоцировали войну и так далее. Если Россия не проиграет, не нужно обольщаться. Под атакой будут и Молдова, и страны Балтии, и страны Северной Европы, и азиатские страны бывшего Советского Союза. То есть много стран будут непосредственно находиться под теми или иными агрессивными воздействиями России. Еще раз подчеркиваю, Россия сможет существовать только пока будет продавать экспансию на внутреннем рынке. Мы великие, мы хотим поставить на колени кого-то еще, и, соответственно, давайте работать все вместе над этой целью. Вы же видите, что происходит с точки зрения вот этого абсурда внутреннего пропагандистского. Посмотрите на их поведение, на их концерты, на их песни, на их вот этот абсурдный, скажем так, ретро-советский стиль, да, такого, причем не позднезастойного времен Брежнева, да, а скорее такого раннесталинского или позднекрущевского периода. Ну вот, соответственно, нужно из этого исходить. И, конечно же, и Эстония, и Латвия, и Литва находятся в чрезвычайной зоне риска. То есть если мы хотим, чтобы вы дальше, ну мы хотим вместе, чтобы вы дальше гарантированно понимали, какое будущее вас ждет, Россия должна проиграть. Иначе война будет бесконечной с разными этапами. Уже совсем в завершении вопрос, на который, возможно, коротко можно ответить. Владимир спрашивает, вопрос такой, не думаете ли вы, что профессор Соловей со своей теорией это троянский конь, который теперь спокойно гуляет по просторам Украины в умах ее граждан? Я крайне иронично отношусь к таким конспирологиям. Я вообще к конспирологии отношусь крайне иронично, и поэтому, ну, можем с вами только над этим так улыбаться, не более того. Влияние на те процессы, которые происходят и в политике, и в том числе даже в российской политике, или влияние на те процессы, которые происходят по линии фронта, это не оказывает никакого. Ни даже влияние на политические элиты, на отношение к России политических элит Запада. Это вообще ни на что не влияет. И, соответственно, это такой мемный анекдот, который человек себе изобрел, продаёт, кто-то это слушает, инвестирует в это время, инвестирует в это интерес и так далее. Имеет право, да, со временем...